Конституция Кыргызстана, недопустимость или необходимость поправок. Бурные дебаты на эту тему прошли сегодня в Бишкеке. За одним столом собрались противники и сторонники поправок, которые бурно доказывали свою правоту. Канат Канеметов слушал выступающих. Встреч в таком формате с момента инициирования поправок в Конституцию пока еще не было. Многочисленные лидеры НПО, депутаты от фракции Атамикен, с одной стороны и с другой – чиновники аппарата президента, а также депутаты от тех фракций, которые поддержали поправки. Большая просьба, идем по графику. Сторонники конституционной реформы считают, понимание того, что надо менять основной закон, назревало давно. Предлагаемые поправки, по их словам, направлены на то, чтобы укрепить государство. Я целиком полностью поддерживаю, что необходимо вносить изменения в Конституцию. Они своевременны, я считаю, обоснованы. И путем референдума всенародного голосования, я считаю, что это надо делать. Это мое личное мнение, в котором я убежден абсолютно. Почему? Потому что предлагаемые изменения в Конституцию, как я считаю, они сделают более устойчивый сегодня исполнительный вид власти, более внесут четкую разграниченность между полномочиями президента, премьер-министра, также Дюгур Кукиниша. Лидеры НПО и правозащитники, в свою очередь, заверяют, что менять Конституцию не стоит ни в коем случае. Общественная договоренность была, что мы Конституцию не меняем до 2020 года. Я готов покляться, что мы именно тогда, вот в Конституционном совещании были, что именно разговор был об этом между всеми нами. Я готов покляться об этом. И я жду от других членов Конституционного совещания подтверждение того, что мы говорили об этом, и когда народ шел на референдум, вот это было главной идеей того, что все, мы эту Конституцию до 2020 года не меняем. Дайте Конституции поработать 10 лет. Впрочем, отец действующей Конституции, ярый противник поправок, Куймурбек Тикибаев все-таки признал, что законам поправки до 2020 года не запрещены. Руководитель аппарата президента считает, что сегодняшняя стабильность в стране достигнута не благодаря, а скорее, вопреки основному закону. На чем основана вот теперь вот сегодня эта кампания, я имею в виду та сторона, которая как бы противодействует этим поправкам. К сожалению, на лжи. То, что до 2020 года невозможно, нельзя изменять конституцию, ложь. Читайте Конституцию, читайте законы по порядку введения в действии Конституции 2010 года. Ослабление позиций у Джеркенеша, член поправки, ложь. У Джеркенеша огромные полномочия. И если какие-то поправки улучшают принцип разделения властей, то это нельзя никак рассмотреть, как ослабление позиций Джеркенеша. Узурпация власти премьер-министром – ложь. Продление власти Атамбаева – ложь. Ему-то зачем это? Он сколько раз об этом говорил. С определенной критикой инициаторы поправок согласны. Некоторые статьи, в предлагаемой редакции основного закона, нужно дорабатывать. Действительно, из всех поправок, которые предложены, одна была незрелая поправка. Действительно, это вопрос по... Она созрела недавно, где-то месяца, может быть, месяца полтора назад. Бывший депутат Джеркенеша, кто-то пятого созыва предложил это внести по большим ценностям. Да, она оказалась потом... Ну, скажем, она не созрела. И поэтому ее инициаторы согласились выставить на обсуждение для того, чтобы общество высказало свое мнение. Но сразу, в первых же шагах было понятно, что здесь закопаны большие проблемы. Поэтому вот в этом... Сейчас уже инициаторы проработали вопрос. И здесь вот в том, что документ, который вам показан, он уже высшие ценности к защите сокращены, выведены под то, что высшие ценности является человек, и, включая права и свободу его, жизнь и здоровье, и они переведены в преамбулу. Тем не менее, правозащитники заявляют, что никакого разговора по существу предлагаемой редакции Конституции не будет и обещают требовать, чтобы референдума не было. Если депутаты Джеркенеша сегодня пришли обсуждать поправки, то я хочу сказать, что мы пришли на эту встречу для того, чтобы сказать, что мы не собираемся обсуждать с вами эти поправки. Мы будем говорить вообще о легитимности и о законности предлагаемых поправок и вообще процедур выдвижения и внесения депутатами. Некоторые склонны полагать, что, судя по тону разговора, лидеры НПО обиделись, что их не позвали в рабочую группу. Впрочем, видимо, обиделись многие, не только НПОшники. Сегодня мы не знаем, кто пишет Конституцию. Нигде не проходит обсуждение. Мы, депутаты, когда вносим самый простой законопроект, ездим по регионам, собираем мнения, проводим собрания и приходим с итогами. Нигде нет обсуждения с участием учёных, общественных деятелей и гражданского общества. Здесь тоже говорят о том, что, как сейчас вот Эрик, уважаемый, сказал, что в регламенте есть порядок проведения общественного обсуждения. Нету там. Там только требование о том, чтобы был законопроект перед внесением в Дюгар-Кукинеш должен быть обсуждён в соответствии с правилами закона нормативных правовых актов. И об этом, о том, что общественное обсуждение проходило, необходимо указать в справке об основании и о результатах этого. Иначе законопроект не будет принят на рассмотрение Дюгар-Кукинеш. Год назад лидеры трёх фракций – Омурбек Черкешевич, Ченобай Акунович и Фелик Шершимбаевич – внесли законопроект по изменению Конституции на общественное обсуждение. Где вы были, когда это происходило? Где были общественные обсуждения? А вы, умные, где вы были? Специалисты считают, что в действующей редакции основного закона заложены мины, которые взорвутся, если и не сейчас, то позже обязательно. Концепция – это Конституция, она хорошая. Никто не смеет здесь отречать этого. Но есть определенные моменты, которые, очевидно, в силу опыта, нажитого за шесть лет, они показывают, что некоторые вещи устарели, некоторые были действительно в попыхах недостаточно проработаны. Вот и всё. Общественные обсуждения Конституции продолжаются. Каждый может высказать по этому поводу свои предложения. Канад Канеметов, Алмаз Кариев, Общественный Первый канал.